Поздравляю с победой! Готов ты прокомментировать эпизод, насколько хорошо я его видел, потому что сам же лез обыгрывать, и, наверное, тебе лучше всех было видно, как все происходило. Я простреливал зрячий под себя, и мяч попал с обитого в руку, как бы там стопроцентный оппонент был. В целом по игре показалось, что полностью соперника переигрывали. Может быть, за исключением последних 10 минут не хватило команде концентрации или, может быть, физической готовности? Ну, физически, да, я думаю, мы чуть-чуть подсели. У меня, например, ноги сводило, еще пару человек ноги сводило, если вы заметили. Но у нас было сегодня достаточно моментов, где можно было решать игру и в первом тайме. Да, где-то и у них был там один хороший момент в первом тайме, заби, и игра, может, вообще по-другому повернулась. Но у нас в первом тайме моментов 5-6 было хорошее, где можно было забивать и решать игру уже в первом тайме. Но мы не забили, забили во втором тайме. Был счет 2-0. При счете 2-0 мы пропустили гол на последних минутах. Когда ты пропускаешь на последних минутах, и бывает, как-то команда уже, мы чуть подсели в штрафную площадь. Ну, так получилось, что мы сегодня выиграли. Я поздравляю всех ребят, клуб, там, все руководство. Наконец забили с игры, и в целом сегодня в атаке получалось значительно больше. Много моментов создали. Команда находит взаимопонимание, находит, может быть, футболисты, вновь пришедшие какие-то связи с партнерами. Ну, мы это все наигрываем, как бы, да, из игры в игру все побольше, все больше и больше чего-то нового получается. То, что тренируем, то, что наигрываем, у нас сегодня получалось. Дай бог, чтобы в следующих играх мы прогрессировали в этом, и было больше и больше моментов. Только нам нужно с реализацией чуть подкорректировать реализацию, надо, чтобы побольше забивать. Я думал, от игры к игре, я думаю, мы будем больше забивать, и все будет хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.